Всем привет! Меня зовут Дмитрий Яковенко, это Forbes Главное. Проект, в котором мы рассказываем о важнейших событиях прошедшего месяца и делимся лучшими материалами редакции. У меня больше 100 детей в 12 странах мира. С этого сенсационного признания Павла Дурова, который последние 15 лет занимается донорством спермы, мы хотели начать этот выпуск. Но жизнь, а конкретно действия французских властей, внесли коррективы. В ночь на 25 августа основателя телеграмма задержали. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана в аэропорт Лебурже, где его и встретили жандармы. Самое интересное, что о таком громком событии сообщали только СМИ. Местные журналисты сыпали инсайдами от своих источников, а официальные власти страны хранили молчание как минимум первые 48 часов. В чем именно обвиняют Дурова, стало известно лишь в среду. Париж, по сути, приравнял отказ миллиардера модерировать контент в телеграмме и сотрудничать с властями к соучастию в ряде уголовных преступлений. Если мы говорим о конфиденциальности и свободе слова, здесь у нас твердая и принципиальная позиция. Дело против Дурова открыла служба Офмин, созданная для борьбы с насилием в отношении несовершеннолетних. Но преступлениями против детей список обвинений не ограничивается. Тут и торговля наркотиками, и мошенничество, и участие в преступном сообществе, и руководство онлайн-платформой, где проводятся незаконные транзакции. Только по этой статье Дурову может грозить 10 лет тюрьмы. Миллиардера освободили из-под стражи поздно вечером в среду 28 августа под залог в 5 миллионов евро. Ему нельзя покидать Францию, а дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. Примечательно, что Дуров гражданин Франции. О наличии паспорта он сам писал в своем телеграм-канале. Издание Le Monde утверждает, что у Дурова почетное гражданство. Получить его можно по редкой и, как сообщают местные журналисты, очень политизированной процедуре. Его предоставляют иностранцу, который, цитата, «способствует международному влиянию Франции». Помимо французского, у Дурова есть паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, Карибского государства Сент-Китс и Невис, и не будем забывать про российский. Представители Эмиратов, через несколько дней после ареста, выпустили заявление, что следят за судьбой своего гражданина. Но официально выйти на контакт с Дуровым попыталась только его родина. А представитель МИДа Мария Захарова вспомнила, как в 2018-м зарубежные организации требовали от Москвы прекратить чинить препятствия работе телеграма за несублюдение закона Яровой. И интересуются, будут ли они также взывать к Парижу. Одной из первых на новость о задержании Дурова отреагировала нативная криптовалюта телеграма – Тонкоин. Монета просела на 20% и затем торговалась на уровне примерно 6 долларов. В целом, все криптовалюты, которые были встроены в блокчейн и экосистему телеграма, либо так или иначе связаны с ним, упали. Например, знаменитый Ноткоин, который все тапали зимой и весной, ушел вниз на те же 20%, что и Тон. За то время, что миллиардер находился под стражей, вокруг него сформировался настоящий фронт поддержки. Выступили даже обычно аполитичные смешарики. В тиктоке мультсериала появились два ролика, в которых герои пробираются во французскую тюрьму и вызволяют миллиардера. Для чего это все нужно французским властям? Одни СМИ полагают, что это демонстрация силы. Якобы так силовики пытаются отпугнуть преступников от использования телеги. Эммануэль Макрон уже заявил, что дело против основателя телеграма не политическое и решение останется за судьями. Сам французский президент активно пользуется телеграмом. Были слухи, что Макрон и Дуров якобы встречались несколько лет назад, и предпринимателю хотели предложить релацировать телеграмм во Францию. СМИ распространяется и альтернативная версия. Париж якобы заставляет Дурова сотрудничать или даже выдать ключи шифрования телеграмма, что в свое время пытались сделать и российские спецслужбы в 2018 году. Где телеграмм шире всего используется? Это Россия и страны СНГ. Где у телеграмма были до задержания Дурова во Франции проблемы с властями относительно модерации контента и удаления определенного контента из телеграмма? В России и СНГ. То есть здесь можно увидеть корреляцию между популярностью этого мессенджера у пользователей и его политикой конфиденциальности. Телеграмм может точно изменить политику конфиденциальности, как и любая другая платформа. Здесь большой вопрос в том, чем тогда будет ценность телеграммы. Все это новое регулирование Евросоюза от цифровых рынков. На телеграмм пока что не распространяется, они пока слишком маленькие для Евросоюза, чтобы получить это специальное регулирование. То есть они были в такой нерегулируемой свободной зоне и, как свое ключевое конкурентное преимущество, отстаивали свою конфиденциальность. Поэтому говорить о том, что они сейчас быстренько поменяют политику конфиденциальности, я думаю, не придется. Последствия для телеграмма еще только предстоит понять. Команда уже выпустила заявление, из которого следует. Законы ЕС они соблюдают. Контент модерируют. Дуров ничего не скрывает. А платформа не несет ответственность за злоупотребление ею. Сам основатель соцсети после освобождения ничего не комментировал. Но многие вспомнили его пост 2015 года, в котором Дуров предложил запретить слова, так как ими могут пользоваться террористы. Сможет ли мессенджер в дальнейшем привлекать инвестиции без своего основателя Павла Дурова? Вопрос. Но большинство экспертов сходится во мнении, что проект будет жить и без него. Эта история распиарила дополнительный телеграмм. Многие, кто про него не слышал, они начинают его устанавливать и им пользоваться. А с точки зрения управления, у Павла, на самом деле, по моим данным, очень толковая команда. И они, безусловно, как и любая компания, которая выходит на определенный уровень, там, условно говоря, выше миллиарда долларов капитализации, у них есть протоколы на нестандартные случаи. Например, вот многие знают, что, например, топ-менеджмент Кока-Колы и технологи Кока-Колы, которым известна формула части напитков, они не имеют права летать одним самолетом. Вот из того же разряда, я думаю, что у менеджмента есть план действий. Инвесторы, как бы это дико ни звучало, это люди достаточно эгоистичные. Их не особо не интересует какая-то размышлятельная сторона вопроса, которую мы видим в СМИ. Их интересует, бизнес стабилен, нестабилен. Бизнес работает, не работает. Он растет, не растет. Если мы сейчас посмотрим на цифры прироста, телеграмм прирастает. То есть, он прирастает в аудитории. То, что сейчас провалилась валюта тонн, ну, неизбежное влияние рынка всегда там на стрессовые ситуации предсказуемо. Но я не думаю, что это препятствие к IPO. Телеграмм – это не стартап, это миллиард пользователей, условно. И потенциал выручки и капитализации, который еще даже не начинает раскрываться. То есть, вот мое мнение, что телеграмм, он только начинает показывать свой потенциал. Ни один здравомыслящий инвестор не будет стрелять в ногу курицы, которая несет золотые яйца. То есть, это был бы идиотизм. Поэтому я думаю, что сегодня будет хорошо. Эксперты полагают, что Дуров чисто юридически на время отойдет от проекта. У руля остается его старший брат Николай. Он, к слову, также объявлен в розыск во Франции. Дуров-старший окончил Санкт-Петербургский университет и математический институт Макса Планка в немецком Боне. И до сих пор числится старшим научным сотрудником математического института РАН. Николаю приписывают ключевую роль в запуске ВКонтакте, где он числился техническим директором. А для Телеграма он разрабатывал криптовалюту и блокчейн-платформу. Ко всем этим проектам он привлекал своих знакомых программистов и разработчиков. Раз, два, три! В России выросло и достигло рекорда число обладательниц миллиардного состояния. Это зафиксировал Forbes Woman в новом рейтинге 20 богатейших женщин страны. В этом году в нем 8 участниц, покоривших планку в миллиард долларов. В прошлом году таких было 7, а на протяжении нескольких лет до этого и вовсе только 2. В чем причина такого успеха прекрасной половины и кто вошел в рейтинг, расскажет Юлия Варшавская из редакции Forbes Woman. Количество женщин с миллиардным состоянием увеличилось по одной простой причине. В 2022 году из-за санкционного давления на Россию российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам или наемным управляющим, среди которых оказались и женщины. Алексей Мардашов отдал контрольный пакет акций золотодобывающей компании Nordgold матери своих детей Марине Мардашовой. И она в 2022 году попала на четвертое место с состоянием 1,8 миллиардов долларов. Оказалось, что это состояние довольно иллюзорно. И в этом рейтинге, который мы посчитали только что, уже нет Марины Мардашовой, потому что с июля 2023 года головной компанией холдинга стало российское юрлицо Нерюнге Металлик, и его контролирует уже сам Алексей Мардашов. Ну, а Марина, к сожалению, выбыла из рейтинга. Выбыли Лидия Михайлова, и снижение оценки связано с изменением методики Forbes в части семейных состояний, потому что теперь состояние наследников учитывается раздельно, даже если они ведут семейный бизнес, как в случае Михайлова и ее сыновей. Самый фееричный прорыв за год совершила совладелица группы «Содружество» Наталья Луценко. Она вернулась в рейтинг после отсутствия в нем в прошлом году и сразу попала на пятое место. У нее 1,25 миллиардов долларов, она на пятом месте. И это классная история, потому что Александр и Наталья Луценко – это первые в истории России супруги-миллиардеры с равными долями в бизнесе. Каждому из них принадлежит 50% в группе «Содружество». Они один из крупнейших переработчиков семян масличных культур. Еще в списке появилась Людмила Коган. Она на шестом месте, у нее ровно 1 миллиард долларов. Она наследница известного петербуржского бизнесмена Владимира Когана, который умер в 2019 году. Ей принадлежат акции банка «Уралсиб». И, наконец-то, в списке появилась Екатерина Федун. Она на восьмом месте, у нее тоже 1 миллиард долларов. Она дочь акционера нефтяной компании «Луфойл» Леонида Федуна. В октябре 2018 года Федун-старший передал детям, сыну Антону и дочери Екатерине, более 17 миллионов акций и расписок на акции «Луфойла». А теперь перейдем к лидерам рейтинга. На четвертом месте Елена Батурина, которая долгое время была единственной женщиной с миллиардным состоянием из России. Елена уже много лет живет в Европе, где у нее есть несколько девелоперских проектов, и фонд Be Open, который поддерживает творческих людей. Кстати, на сайте фонда Батурина названа бизнесвумен, филантропом и селфмейд женщиной. Хотя основной свой капитал она заработала благодаря строительной компании Интека, которую основала, будучи в браке с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. На третьем месте Варвара Скотч, дочь Андрея Скотча, партнера Алишера Усманова. Семья Скотч владеет 30% холдинга USM, которому принадлежат доли в Металлоинвесте, Мегафоне и других компаниях. Сам Андрей Скотч этим бизнесом не владеет, он депутат Госдумы. Поэтому формально семейная доля USM принадлежит отцу Скотча и дочери Варваре. На втором месте Татьяна Литвиненко, жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Он хороший знакомый президента Путина. Под его руководством Путин защищал кандидатскую диссертацию. А начиная с 2000-го, Литвиненко четыре раза руководил избирательными штабами Путина в северной столице. А вот и самой Татьяне известно не так много. В прошлом она инвестировала в ряд проектов, среди которых ЖК «Васильевский квартал» в Петербурге. Но основа ее состояния – это 20% акций производителя удобрений «Фасагра», которые достались ей от супруга. Ну и первое место. Здесь без интриги. Генеральный директор и соосновательница в Вайлдберрис Татьяна Бакальчук. В списке миллиардеров она с 2019 года, а в 2021 сместила с первой строчки Елену Батурину. И с тех пор лидерство никому не уступает. Ее состояние оценивается в 5,5 миллиардов долларов. И с начала года оно сократилось почти на 2 миллиарда. Последние годы работу в Вайлдберрис сопровождают скандалы. Забастовки владельцев пунктов выдачи заказов. Массовые жалобы продавцов. Наконец, недавний пожар на складе в Шушарах. Но беда пришла совсем не оттуда. В начале августа Вайлдберрис передала обязательства основного юрлица компании совместному предприятию, созданному в результате объединения маркетплейса с крупнейшим оператором наружной рекламы в России РУС. Совместное предприятие получило название РВБ. И 5 числа новая компания объявила, что приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Вайлдберрис. В сообщении говорилось, что в ежедневной работе цифровой платформы ничего не изменилось. Все услуги по доставке, хранению и выдаче заказов выполняются в штатном режиме. Таким образом, сделка, о которой Вайлдберрис и РУС объявили еще в середине июня, официально состоялась. Ее одобрил лично Владимир Путин. Еще бы, цели у проекта амбициозные. Создать конкурента Амазон, Гугл, Алибаба и Софтбанк. Разработать платежную систему в охот Свифт. Открыть склады и офисы по всему миру. Но муж Татьяны Бакальчук, Владислав, грандиозные планы супруги не поддержал. Внезапно в сети появилось видео, на котором Владислав обсуждает с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым подробности своей семейной жизни и процесс объединения двух компаний. Из этого разговора и стало понятно, что проблемы есть и в бизнесе, и в личных отношениях Бакальчуков. Владислав утверждал, что его жена ушла из дома, что ее держат в заложниках, а над Вайлдберрис висит тень рейдерского захвата. Кадыров такую позицию поддержал и пообещал сделать все возможное, чтобы разобраться. Фамилия Ливана, о котором идет речь, Мерзаян. И он вместе с братом Робертом – основные владельцы РУС. К лагерю критиков сделки присоединился даже рэпер Тимати. Ее параметры, правда, всех поразили. Наблюдая за тем, как люди влезли в чужую семью и под видом романа и бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес, вывести активы на подконтрольную компанию. Судите сами. С одной стороны, известный почти всем в России гигант Вайлдберрис с выручкой примерно 540 миллиардов рублей. С другой – оператор наружной рекламы РУС. Да, лидер отрасли. Но с совокупным доходом, не дотягивающим даже до 50 миллиардов. Вопросы возникли и кадровым решением. Изначально предполагалось, что пост гендиректора объединенной компании достанется Татьяне Бакальчук. Но в итоге его занял Роберт Мирзаян. И это при том, что в совместном предприятии Вайлдберрис принадлежит 65%. 35% приходится на компанию Стин. Это владелец РУС. Впрочем, Татьяна Бакальчук недоумение рынка не разделила. Сообщение о том, что кто-то захватил ее лично, и бизнес опровергла в собственном телеграм-канале. Она опубликовала видеосообщение. С ней все хорошо. Рейдерского захвата нет. Это просто развод. У меня все хорошо. Я жива-здорова. Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказской пленницей. Тем не менее, я подтверждаю начало бракоразводного процесса. Позднее она рассказала, что разлад с мужем начался еще задолго до идеи объединения. А 30 июля подтвердила, что подала в суд заявление о расторжении брака с Владиславом. Суд пока оставил иск без движения. А пока что Владислава Бакальчук намерен еще побороться. И за бизнес, и, как утверждает, за семью. Сейчас он использует максимально доступные инструменты. Воюет за домен Wildberries и товарные знаки. А также подал документы на регистрацию собственного по инициалам ВБ. Но он намерен идти дальше. Юристы Владислава настаивают. Слияние компании произошло с нарушениями. Так как процедура не была согласована всеми участниками. И общего собрания учредителей не проводилось. Оспорить сделку Бакальчук намерен в суде. В интервью Forbes он заявил, что от этих планов не отказывается. Вы могли бы сделку с РУС оспорить, насколько я понимаю? Да, да. Ну, этим я и буду заниматься. А, то есть вы этим будете заниматься. А почему до этого не оспорили? Не очень хотелось. Но думал договориться. Вы рассчитываете на 50% компании? Да. От нуля до ста. Какая вероятность, что они вам достанутся? Так не оценивал. Окей. Но я уверен, что достанутся. По документам Владиславу принадлежит лишь 1% Валберис. С такой долей едва ли можно влиять на какие-то решения в компании. Но у семейной пары, как выяснилось, нет брачного договора. А значит, по итогам грядущего развода муж Татьяны Бакальчук может получить половину компании. Но это в теории. Прежде всего, он является миноритарным участником по Валберис, в котором у него всего 1%, что уже говорит о том, что он каких-либо существовало решений, влияние на эти решения, принимать не может. Второй момент это сияние Валберис и компании наружной рекламы РУС, она является сделкой российского масштаба, беспрецедентной, которой еще не было. Поэтому я сомневаюсь, что Владислав сможет каким-то образом повлиять на эту сделку. Да, семейное законодательство дает ему право отсудить 50%, безусловно. Но я думаю, что в это все вмешается очень большое количество нюансов. В семейном законодательстве российском не имеет значения, на кого зарегистрирован супружеский актив. Он находится в совместной собственности, как раз в случае, если нет брачного договора. Поэтому пропорция распределения долей в корпоративном активе на права претендовать на этот актив в принципе не влияет. Это, конечно, не означает, что тот из супругов, у которого не было интереса в бизнесе или который меньше этим бизнесом занимался, может ворваться в этот бизнес, охватить его наполовину и неожиданно вдруг стать таким же активным со-собственником, как и тот супруг, который этим бизнесом исторически управлял. Но это означает, что теоретически, с точки зрения российского правового регулирования, если права не распределены в рамках брачного договора или в рамках соглашения о разделе имущества, то можно претендовать на экономический интерес в этом бизнесе, можно претендовать на доли в бизнесе, можно претендовать на действительную стоимость долей. Сама же Татьяна Бакальчук уверенно смотрит в будущее. Идею слияния с РУС объясняет тем, что Вайлдберрис разрастается, поэтому прежняя философия управления стала неактуальной. Бакальчук подчеркивает, она не отдает треть компании, никто ничего не покупает. Речь о слиянии двух сил в рамках совместной компании, которая за счет синергии будет развиваться дальше, больше и быстрее. Доход от рекламы увеличился втрое, до 11 миллиардов рублей. Итак, Татьяна, Родки, сколько будет стоить объединенная компания РУС через 10 или 20 лет? Сколько? Должна стоить, какое место в мире она будет занимать? Первое. Все, есть ответ. Место будет она первое занимать, а сколько будет стоить плюс Роберт? Роберт. Сколько? Бесценная будет. Первая бесценная компания вы следуете. Крупнейший со времен окончания Холодной войны обмен заключенными состоялся 1 августа в турецкой Анкаре. В нем приняли участие 7 стран Россия, Белоруссия, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. А на свободе оказались 26 человек. 10 из них вернулись в Россию. Это 8 российских граждан, которые были арестованы на Западе и двое детей дочь и сын Артема и Анны Дульцевых. В Словении пару приговорили к одному году и 7 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Пока родители находились за решеткой, дети жили в приемной семье. Также Москва получила обвиняемых за границей в шпионаже Павла Рубцова и Михаила Микушина, осужденных за кибермошенничество Романа Селезнева и Владислава Клюшина и Вадима Коношенко, которого, среди прочего, обвиняли в сговоре с целью обхода санкций. Едва ли не главным лицом в списке стал бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В Германии его приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Россия, в свою очередь, передала западным странам 16 человек. В их числе признанные Миньюстом иноагентами оппозиционер Илья Яшин, журналист Владимир Карамурза и правозащитник Олег Орлов, а также художница Саша Скочеленко и журналистка Алсу Курмашева. Домой отправились американцы, которых в России обвиняли в шпионаже. Корреспондент Уолл-стрит-джорнал Эван Гершкович и бывший морпех Пол Уилан. Их освобождение президент США Джо Байден называл одной из главных своих целей. Переговоры главным образом по линии ФСБ и ФБР длились несколько месяцев. В Белом доме заявили, что в списке на обмен изначально собирались включить Алексея Навального, который погиб в колонии 16 февраля. Эти Олимпийские игры в Париже это история любви. Спортсмены, зрители во Франции и во всем мире были влюблены в игры и друг в друга. Если продолжать аналогию главы Международного Олимпийского комитета, то получается, что Олимпиада в Париже это своего рода свидание, которое обошлось в Франции в 9 миллиардов евро вместо изначально заложенных 6. И это еще не учитывая косвенные расходы. Церемония открытия, очистка реки сена для проведения заплывов, премии для жандармов, которые охраняли порядок и поддержание работы различных волонтеров и помощников. В общем, как на любом свидании, траты из раздела непредвиденные. Совокупно государственные аналитики оценили стоимость парижских игр в 11 миллиардов евро. Винят во всем инфляцию, которая за годы подготовки к событию увеличила затраты организаторов примерно на 15%. Впрочем, если хочешь произвести впечатление, приходится раскошелиться. Но, кажется, это рандеву в сердце Франции точно запомнят. Скандалы начались в месте церемонии открытия. Флаг игр подняли вверх тормашками, Южную Корею перепутали с Северной. Потом было заплыв в сене, после которого спортсменов тошнило. Хотя мэр города незадолго до игр в ней искупалась и уверяла, с водой все в порядке. Расширенная программа с участием мировых звезд. Снупдог несет факел, Том Круз прыгает с крыши стадиона, Селин Дион и Леди Гага поют песни. Причем, как уверяют в МОК, бесплатно. Организация лишь покрыла затраты на их перелеты и проживание. В общем, с задачей впечатлить французы справились на все 100%. Но мы тут люди прагматичные. Давайте все-таки про деньги. Стоило ли оно того? Организаторы в этот раз стремились сэкономить, используя более бережливый и экологичный подход, чем в прошлые годы. Париж, например, построил всего лишь три новых объекта, которые послужат и после соревнований. Олимпийский водный центр, арену Порт-де-ла-Шапель, скалодром Ле-Бурже. Стадион Эферовой башни на Марсовом поле разберут. Миллиарды инвестировали в восстановление одного из самых неблагополучных департаментов Парижа Сен-Сен-Дени, где расположилась Олимпийская деревня. По итогу, эти 33-е, жаркие и летние, оказались даже дешевле, чем три предыдущих. И в Японии, Бразилии и Великобритании. По данным экономистов Оксфордского университета, по стоимости эти Олимпийские игры сопоставимы с Олимпиадой в Пекине 2008 года. Как пела Эдит Пиаф, нет, я не жалею ни о чем. Могут ли так же сказать французские власти? Пока не ясно. Ведь прямо сейчас подсчитать, были ли игры прибыльными, невозможно. Да, организаторы продали 9 миллионов билетов. Это рекорд за всю историю Олимпиады. Она же обеспечила рост ВВП Франции на 0,3% в третьем квартале года, пишет Блумберг. Правда, эффект будет временным. Опрос предприятий показал, что объем производства в частном секторе Франции в августе вырос до самого высокого уровня за полтора года. И как пишет Гардиан, приток миллионов туристов во Францию дал подъем экономике всех стран еврозоны. Но вряд ли это надолго. А теперь о количестве медалей. На первом месте сборная штатов. 40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовые. На второй строчке Китай. Сборная увезла домой 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых. И на третьей Япония. 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых. А сборная России на этих играх была в нейтральном статусе и заняла 79 место. Ее представляли 15 спортсменов и всего на играх было 58 человек, которые выросли в России, но выступали под флагами других государств. Россияне следили за играми и горячо обсуждали происходящее в соцсетях. Официально Олимпиаду российские телеканалы не транслировали. На глобальном фондовом рынке случился новый черный понедельник. Плохой день. Плохой день. Плохой день. Плохой день. Плохой день. 5 августа падали все основные мировые биржи. Главная причина обвала риск рецессии в Соединенных Штатах. На фоне слабой статистики, которая вышла накануне выходных 2 августа. Все началось на востоке. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов рухнул более чем на 12% и обновил рекорд падения с черного понедельника 1987 года. Важную роль здесь сыграла политика японского ЦБ. В конце июля, реагируя на рост инфляции, он впервые за 15 лет повысил ключевую ставку с 0,1 до 0,25% и предупредил, что это еще не предел. После этого иена, что логично, начала укрепляться. В моменте курс иены к доллару вырос более чем на 7%. Еще один японский индекс Topics упал вслед за Nikkei на 12%. Вниз пошел весь азиатский рынок. Корейский Коспи потерял 9%, тайваньский Тайекс 8%. Из страны восходящего солнца коррекция двинулась на запад. Индекс Мосбиржи снизился на 2,5%. Примерно столько же теряли европейский индекс Stock 600, немецкий DAX, французский CEC 40. При этом российский рынок падает середины весны и сейчас находится примерно на тех же уровнях, где был в марте 22 года, то есть вскоре после начала СВО. Американские индексы тоже падали. На открытии торгов NASDAQ рухнул более чем на 6%, S&P 500 на 4%, Dow Jones потерял почти 3%. К закрытию рынок отыграл часть падения, но так и остался в красной зоне. Индекс страха Wall Street в моменте взлетал до показателей пандемии. Большая волатильность на рынке была лишь во времена мирового кризиса 2008 года. Что же за статистика так напугала инвесторов? Официальные данные показали, за июль безработица в Штатах достигла самого высокого уровня почти за 3 года 4,3%. Хотя аналитики ожидали, что она останется на июньском уровне. А вот число вновь созданных рабочих мест наоборот оказалось существенно ниже прогноза. По мнению Goldman Sachs вероятность рецессии в США в ближайший год составляет 20%. А Bloomberg ссылаясь на опасения инвесторов отмечает, что Федеральная резервная система США не способна поддержать падающую экономику. Предпосылки для рецессии в США естественно существуют. Во-первых, это накопленные долги корпораций и возможные неожиданные дефолты. Во-вторых, это проблемы целого ряда банков, которые были, есть и будут. Другое дело, что ФРС помогает быстро, решает, локализует проблемы, но они могут быть и они могут снова обостриться. Третье, это будущие возможно валютные и особенно торговые войны. Понимаете, дело в том, что это тоже очень серьезно. Наконец, огромный долг США, тоже здесь возможность спекуляции. Опять же, политика, ее никто не должен сбрасывать со счетов. Цессия мировой экономики может ударить по ценам, в частности, на комодитис и привести к достаточно серьезным убыткам или проблемам в тех или иных отраслях и, соответственно, удары и по нашей экономике, и по экономике Китая, и по экономике многих развивающихся стран. Коррекция на мировых биржах ударила и по рынку криптовалют. Биткоин в моменте падал почти на 20%. Впервые с февраля его стоимость опустилась ниже 50 тысяч долларов. А индекс страха и жадности показал самое низкое значение с 2022 года. Это индикатор, который отражает настроение на крипторынке. Чем выше показатель, тем больше уровень жадности, то есть желания покупать. Чем ниже индекс, тем больше среди инвесторов доминирует страх. А в России криптовалюта наконец-то вошла в правовое поле. Президент Путин в августе подписал два закона, которых ждал весь рынок. И о крипте заговорили даже те, кто в ней ничего не понимал до этого. Будем разбираться вместе. Итак, первый закон о регулировании майнинга в России. Теперь это легальная предпринимательская деятельность. Юрлица и индивидуальные предприниматели смогут заниматься майнингом, как только их включат в специальный реестр. Его сформируют Минцифры. Физлица смогут добывать цифровую валюту без включения в реестр. Но, если не будут превышать лимиты энергопотребления, установленные правительством. Майнинг вещь энергозатратная. Все майнеры должны будут передавать информацию о добытой валюте властям. Росфинмониторинг будет отдельно вести перечень криптокошельков, которые потенциально могут быть задействованы в нелегальной деятельности. Итак, добывать крипту в России можно. Официально. А теперь запреты. Под них попала реклама и обращение внутри страны. Открытым остается и вопрос легализации криптобирж. Это почти не перспективно в текущем модели. Объясню почему. Потому что рынок, предположим, даже торгов биткоин, USDT и тот же биткоин, рубль, для них нужна будет ликвидность. И ликвидность либо нужно будет подтягивать других бирж, то есть это будет у нас не своя на российских бирж ликвидность, либо нужно очень много игроков, которые будут создавать эту ликвидность, которые будут покупать, продавать, криптовалюту указывать, выставлять, назовем так, рыночным методом цену за ту или иную криптовалюту. Мой позитив в том, что только что отрасль заметили и начали хотя бы устанавливать какие-то понятные правила игры. Если говорить о всей крипто и блокчейн индустрии, майнинг это дай бог 1%, 1% всей индустрии. Это очень мало, то есть есть 99% всей другой индустрии, которая, можно сказать, попадает либо под запрет, либо также остается в сером поле. Другими словами, добывать крипту можно, а использовать в России нет. В чем же логика? На этот вопрос как раз отвечает второй закон, подписанный президентом об использовании криптовалют в так называемых экспериментальных расчетах и под контролем Банка России. Правительство позволяет производить в цифровой валюте международные расчеты, то есть российские экспортеры могут получать платежи и оплачивать товары в криптовалюте. Правда, пока только в теории. Конечно, это громкие слова, но криптовалют действительно может помочь России обойти ряд санкций и в случае, если мы говорим о импорте либо экспорте с каким-либо государством либо между двумя какими-то крупными частными компаниями, если переводы в криптовалюты, то есть каких-нибудь стейблкоинов действительно дадут альтернативные решения в случае блокирования каких-либо средств, задержки переводов. Но надо понимать, что крупные эмитенты стейблкоинов, будь то USDT, будь то USDC, так или иначе подвергаются огромному контролю со стороны органов США. И в любом случае на какие-то сделки, на какие-то переводы могут быть наложены какие-то соответствующие санкции, блокироваться ряд переводов. И действительно существует риск блокировки таких платежей либо заморозки таких платежей. Как именно будут проходить такие торги, еще должен определить Центробанк. А уже потом состоятся первые организованные сделки с участием экспортеров. Председатель Банка России Эльвира Набиулина заявила, что они пройдут уже до конца этого года. Даже на третий год специальной военной операции российские миллиардеры стараются не комментировать боевые действия. Редким исключением на их фоне выглядит Олег Дерипаско. В начале августа миллиардер выступил пацифистом. В интервью японскому изданию Nikkei Asia он раскритиковал объем оборонных расходов России и назвал спецоперацию безумием. Дерипаско сказал, если вы хотите остановить конфликт, сначала нужно прекратить огонь. Бизнесмен также признал, что ожидал большего экономического коллапса на фоне наложенных на Россию санкций и заявил, что спасением для экономики стала торговля с Азией. Напомню, что Дерипаско не впервые комментирует спецоперацию. Еще в феврале 22 года, кстати, одним из первых, он призывал скорее начать переговоры. А в январе этого года, накануне Доводского форума, бизнесмен заявил, что мир на Украине наступит не раньше мая 2025 года. Интервью Дерипаски Никей Эйша было опубликовано 8 августа, а записано 5-го, то есть за день до прорыва подразделениями вооруженных сил Украины российской границы в Курской области. Тут пиздец, самолеты над головой, прикинь, летают, нахуй, стрепители. Это, блядь, загорает, вон тачка, нахуй, даже хуй, пожарка едет, понял? Тут пиздец полная, лянь, пиздец, пиздец. К событиям в Курской области сегодня приковано внимание всей страны. 6 августа вооруженные силы Украины прорвали границу, зашли в регион и в течение недели взяли под контроль часть населенных пунктов. 12 августа их количество оценивалось в 28. Больше 120 тысяч жителей приграничных районов покинули свои дома. Несколько регионов заявили о готовности принять вынужденных переселенцев. Гуманитарную помощь в Курск доставляли со всей страны. Наш корреспондент побывал в столице региона и своими глазами увидел, как живет город. Ссылка на его репортаж в описании выпуска. Обстановка в приграничье быстро получила статус ЧАЭС федерального масштаба. До его окончания на территории восьми районов в Курской области будут бесплатными мобильная связь и интернет. Также пострадавшим жителям региона положена финансовая помощь за счет госбюджета. Она включает в себя, например, единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Их получат все пострадавшие. Если жители региона частично потеряли имущество первой необходимости, им выплатят уже 75 тысяч рублей. По закону, под критерий такого имущества попадает, например, бытовая техника, кровать, насос для подачи воды и водонагреватель. При полной утрате собственности выплатят 150 тысяч. Легко раненые получат из бюджета по 300 тысяч рублей. За средние или тяжкий вред здоровью положено уже 600 тысяч. Семьям погибших обещают полтора миллиона рублей. Новый виток конфликта в моменте взвинтил биржевые цены на газ. Он торговался на уровне 450 долларов за тысячу кубометров. Впервые с декабря прошлого года. Все дело в том, что на территории Курской области в городе Суджа расположена крупная газоизмерительная станция. Это важнейший распределительный пункт, через который топливо идет в Европу транзитом через Украину. Впрочем, большинство экспертов считают, что транзит все еще выгоден и России, и Украине, и Европе. В случае его прекращения больше всего пострадают Австрия, Словакия и Венгрия. Моя улица, моя машина вон стоит, вот он, дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала тут, одна вот здесь упала. После атаки на Курскую область многие заговорили о том, что Киев таким образом готовит почву для будущих переговоров. Но в Кремле заявили, пока в СУ на российской территории диалога не будет. Украинские власти тоже поспешили подчеркнуть. О переговорах речи не идет. Среди целей операции Киев назвал создание буферной зоны и пополнение обменного фонда. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что многие из вернувшихся россиян — это срочники, которые проходили службу на границе в Курскую область. Таким был август. Меня зовут Дмитрий Яковенко, это Forbes Главное. Спасибо, что посмотрели это видео. Мы будем очень благодарны, если вы поставите лайк под этим выпуском, подпишитесь на канал или нажмете на колокольчик. Увидимся через месяц.